Практически нигде за рубежом полицейские не стоят вдоль дороги. Водители знают, что их нарушения четко фиксируются на видео из любого повинности. На дороге их ждет наказание. И все это благодаря фото- и видеофиксаторам. Есть такое оборудование и у нас в республике. Такие камеры фактически без участия человека могут отследить, как водитель движется по дороге. И в последнее время приборы фото- и видеофиксации доказали, что они являются эффективной мерой в борьбе с нарушителями правил дорожного движения. В нашей республике функционирует 43 таких комплекса. Основная цель – это профилактика дорожно-транспортного происшествия. Если есть снижение, значит уже комплекс работает. Мы применяем и муляжные комплексы. И вот буквально мне недавно, буквально сегодня мне сказали о том, что в направлении Новочебоксарска вандалы разрушили один комплекс такой в лезвие. Значит, эффект от него очень большой. Тем, кому не нравится их работа, они активно действуют. Это есть проблема. Значит, все-таки они кому-то мешают. А раз они кому-то мешают, значит, они дают определенный эффект. А пока все остальные камеры на месте действуют правила. Превысил скорость и попал под прицел фотокамеры – жди послание от ГИБДД. И так называемые письма счастья автомобилисты, любящие быструю езду, получают одно за другим. Письма счастья, если считать в целом в день, да, ну, не в день, в месяц, на календарный месяц, а мы обрабатываем это, направляем порядка 20-25 тысяч. Ну, здесь идет сезонность. Если же автовладелец не согласен с предъявленными обвинениями, то у него всегда есть возможность подать жалобу. В любом таком письме есть и адрес, и исполнитель. А тем временем контроль за движением на дорогах все возрастает. В республику поступила очередная партия оборудования, фото- и видеофиксации. На 2014 год есть определенные планы дальнейшего развития. Это, в частности, обустройство в 20 точек контроля за скоростью, 4 перекрестка, 2 пешеходных перехода. А также планируется на границах Чувашской республики установить комплекс, который будет контролировать как проходящий транспорт, так и транспорт по контролю за скоростным режимом. Причем работать эти комплексы будут не радарным способом, а фотографией. Всем тем, кто не хочет стать главным героем фотосессии от ГИБДД и получить письмо счастья в почтовый ящик, стоит лишь быть внимательным на дорогах и не нарушать правила. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.